Нагайцы, наверное, одни из самых изученных этносов с точки зрения их генофонда. Достаточно много работ было сделано Уфимским научным центром во главе Эльзой Хуслудзиновой, Боязитом Минусбаевым, Кутуевым и другими исследователями. В 2013 году провели экспозицию уже мы, это Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостана, совместно с Медико-генетическим научным центром под руководством Елены Былановской. Было собрано несколько сотен образцов, и, собственно, как мне представляется, были представлены все этнографические группы. Собственно, мы дифференцировали этнос нагайцев на четыре основные этнографические группы. Это кора-нагайцы, то есть нагайцы Дагестана, кубанские нагайцы, астраханские нагайцы и ставропольские нагайцы. В целом генофонд характеризуется достаточно большим и широким спектром гаплогрупп. Там явно обозначается такой стык, смешение между местными северо-кавказскими гаплогруппами и гаплогруппами степного происхождения. То есть видно, что здесь шло очень активное взаимодействие между этими двумя категориями населения. То есть в демографическом плане здесь, конечно, достаточно сложные процессы были в демографическом плане. Интересен вопрос взаимодействия нагайского и башкирского генофондов. Как известно, многие исследования указывали на то, что действительно между нагаями и башкирами было действительно очень большое активное взаимодействие. Более того, считалось, что в определенный период, исторический период, нагайский компонент был превалирующим в Южно-Уральском регионе. Но вопреки этому мнению, когда мы рассматриваем генофонд, все же мы не видим такого очевидного и большого влияния нагаяцев на генофонд башкир. Он ощущается, безусловно, но такого четкого, очень такого превалирующего, что мы видим по другим видам источников, по письменным источникам, по эпическому наследию, по фольклорному материалу. То есть это не отражается в генофонде. Но это, наверное, произошло больше с тем, что, наверное, шел больше такой культурный транзит. Транслировался этнический дискурс. То есть влияние было не демографическое, а культурное. То есть именно с этим связано то, что очень большой спектр эпических произведений, преданий, да, он связан именно с нагайцами. Да, то есть он имеет нагайское происхождение. Тот же эпос Аэдигея. Во множестве вариантов он сохранился у башкир. Более того, башкирская традиция, воспринимая нагайский эпос, он начинает их адаптировать под свою предыдущую, так сказать, основу, под, можно сказать, под архаичную основу, архаичный эпос. И поэтому он обрастает достаточно такими интересными элементами и так далее. А главный герой, тот же самый Аэдигей, он превращается в башкира, а Туктамыш превращается в нагайца. Но мы выделяем определенную группу, точнее спектр в генофонде башкир, которые мы, в принципе, с большой долей вероятности можем соотносить с влиянием нагаев. Это гоплогруппа R1B-M73, которая в историографии, в частности от Жаксовых Сабитов, Максаджабагин, казахские исследователи, они связывают именно с Кирчахской миграцией. Вот эта гоплогруппа, она, в принципе, по большому счету, скорее всего, маркирует действительно вот это нагайское присутствие, связано с нагайской миграцией на Южный Урал. И, в принципе, именно на этих территориях, где вот именно большая концентрация вот этой гоплогруппы, это Абзелиловский район, это Бурзянский район, именно там, можно сказать, находили такие классические варианты эпоса о Эдигее. Классические варианты, ну, в смысле, классические варианты для башкирского варианта эпоса, конечно. Скорее всего, там были такие достаточно основные носители вот этого политического мифа, и этот политический миф, он дальше, можно сказать, распространялся. Тем не менее. И вот эта гоплогруппа М73, она, скорее всего, маркирует эту миграцию, миграцию и вот этот демографический процесс. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос взаимовлияния между нагайским генофондом и генофондом крымских татар. Он действительно очень интересен. Мы знаем, что крымские татары состоят из трех основных этнографических групп, точнее, их этнографы делят на эти этнографические группы. Это, собственно, южнобережные горные степны. Так вот, степной компонент и степной этнографические группы и в целом степной компонент, генетический компонент у всех крымских татар, он, в принципе, сложился практически под влиянием тех же процессов, что и генофонд у нагаев. То есть, эти процессы, за счет которых складывался генофонд нагаев и степной компонент генофонда у крымских татар, он одинаков. То есть, это говорит о том, что, собственно, источник вот этого степного компонента крымских татар и нагаев, он один. Он один, и, собственно, если посмотреть на широкогеномные исследования, то, в принципе, мы тоже можем сделать такой же вывод, что, действительно, по широкому геному генофонд крымских татар, он очень схож на генофонд нагаев. И, собственно, исследование, которое проводила Анастасия Агаджаян, она, собственно, приходит к этому выводу и предполагает о том, что эта ситуация, вот такая схожая степного компонента крымских татар и нагаев, она связана с конкретным историческим событием в 15 веке, когда хан Мегли Гирей в 1475 году, он переселяет достаточно большое количество нагаевских семей на Крымский полуостров. Связано ли это с одним событием или же это постоянный какой-то постепенный поток на Крымский полуостров с стороны нагаев, ну, это, я думаю, следует уже разбираться историкам. И, наверное, здесь самое актуальное, на чем можно остановиться, это исследование астраханских нагайцев, а в частности юртовских нагайцев, которые... В историографии сложилось две основные точки зрения относительно их происхождения. Дамир Искаков, казанский ученый, говорит о том, что основное их происхождение связано с миграцией татар по Волжье и при Урале, Викторин и Дрисов, в частности, например, говорят, что они имеют нагайское происхождение. В принципе, наши исследования и генофонд показывают действительно то, что в первую очередь юртовские нагайцы, они связаны в целом с остальными астраханскими нагайцами, то есть имеют явно нагайское происхождение. И когда мы, собственно, выстраиваем график, график генетического разнообразия, график многомерного шкалирования, в принципе, там все вполне очевидно, все видно, что действительно юртовские нагайцы очень близко стоят в целом к астраханским нагайцам и достаточно далеко находятся от других этнографических групп по Волжских татар. Еще одно исследование, которое проводилось тоже достаточно не так давно, это исследование по аутосомам, работа вышла в 2019 году, она касалась генофонда народов внутренней Евразии, где, собственно, соотносили генофонды современных народов с генофондами исторических народов. Вот, и, в принципе, статьи в открытом доступе, там мы таблицы приводим, и там действительно тоже охватили и нагаев, которые оказались, вот, по аутосомным исследованиям, очень близки оказались как раз-таки к каракалпакам. И исторически, в принципе, это тоже вполне обосновывается, то, что территория, там, Приоралия, Восточного, Прикаспия, там, Нижней Волги, Северного Кавказа, действительно, вот, был такой один какой-то континуум. Континуум в культурном плане, конечно, который влиял на вот эти вот эмиграции и демографические процессы, которые привели к тому, что, действительно, вот эти вот нагайский генофон по вот этим исследованиям очень схож на каракалпаке. А немножко здесь в стороне оказались, в том числе, башкирский генофон, башкирские образцы, также не похож оказалось на казахские, на кыргызские. Я бы хотел обратить еще на одно исследование, которое провел Боязид Юнусбаев. Оно касается Нагаев достаточно косвенно. Тем не менее, она, мне кажется, может некоторые процессы у Нагаев объяснить. Это статья, касающаяся скоростей генного потока между различными популяциями Урал-Поволжи, точнее, на Южном Урале в данном случае. Юнусбаев взял три популяции, популяции башкир, татар и русских. Он исследовал это по аутусому. И, собственно, показало то, что у башкир как раз-таки на период 16 века идет резкое сокращение численности. То есть, это отразилось в генофонде. С чем это можно связать? Это можно связать, в первую очередь, конечно, с кризисом в Нагайской Орде, с междоусобицей, с отходом Нагаев из Южного Урала, с голодом, с большой смертностью и так далее. И, скорее всего, вот это же бутылочное горло, скорее всего, пережила и Нагайская популяция в свое время. И, скорее всего, именно это и явилось главной причиной исхода, можно сказать, Нагаев из Южного Урала. То есть, в целом, если уже завершать, то, я думаю, на сегодняшний день исследования, касающиеся Нагаев, они весьма перспективны и требуют действительно, с одной стороны, исследователи, генетики, антропологи, они могут углубить генетический анализ, но в данном случае, мне кажется, требуется уже подключение этнографов, историков, которые будут усложнять популяционную структуру, структуру популяции. И здесь для этнографических исследований открывается целая большая перспектива. Например, если дифференцировать, например, или разделить популяцию не только на этнографические группы, на юртовских Нагаев, на кора Нагаев и так далее, а на родовые группы, например. Это очень перспективно, на самом деле, и, мне кажется, оно ответит на многие вопросы, которые сегодня стоят перед намадовидами, перед орденовидами. Мне кажется, эти исследования, Нагайские исследования, очень интересные в данном случае. Спасибо. 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 Спасибо.